Здравствуйте! Эфир продолжает программа «События» в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Так коротко о некоторых из них. В Самаре отмечают День защиты детей. Какие развлекательные концертные площадки организовали в городе? Повышение пенсии и прожиточного минимума, паспорт болельщика и другие нововведения июня. Какие законы вступают в силу в этом месяце? Миллион семьсот тысяч туристов отдохнули в Самарской области в прошлом году. Как регион повышает привлекательность для путешественников? В первый день лета в России, как и во многих странах, отмечают День защиты детей. Решение о проведении праздника было принято в 1925 году в Женеве на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей. О причинах выбора именно этой даты история умалчивает. Но по одной из версий, 1 июня 1925 года генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование фестиваля «Лодок драконов». В Самаре День защиты детей отметили на нескольких площадках. В Струковском саду организовали фестиваль «Пусть всегда будет детство». Репортаж оттуда подготовил Максим Магомедов. На входе в Струковский сад гостей встречают Шарик и Кот Матроскин. Здесь проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство». Для детей и их родителей подготовили спектакли, музыкально-танцевальные и мультипликационные программы, мастер-классы, концерт, эстафеты и конкурсы. Губернатор области Дмитрий Азаров побывал на тематической площадке «Дети в приоритете» и ответил на вопросы юных самарцев. Их интересовало, какие профессии востребованы в регионе. Каждый человек, который ищет, который хочет достигать, может реализоваться на территории Самарской области. У нас для этого есть, поверьте, все возможности, и мы будем продолжать их создавать вновь. Потому что это одна из главных целей развития нашей страны. Это дать возможность каждому гражданину нашей великой Родины для самореализации. Глава города Елена Лапушкина посмотрела, как проходит мастер-класс по анимации. Здесь ребята в команде создавали собственный мультфильм. Давно была идея провести мероприятие вместе с «Союзом мультфильм». У нас уже была попытка, если помните, на новогодней площади. У нас были фигуры из всех неизвестных мультиков. И сегодня уже это такой настоящий праздник, День защиты детей. Где у нас много детей, где много родителей. Где каждый найдет себе занятие по душе. И наверняка еще не все обойдут. Во многих хочется поучаствовать, порисовать, хочется попробовать. И вот посмотреть до конца программу, которая сейчас показывает у нас на сцене Струбковского парка. Организаторами фестиваля «Пусть всегда будет детство» выступили правительство Самарской области, администрация города и киностудия «Союзмультфильм». Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что во время прогулки по Струбковскому саду возникла идея организации выставки «История Союзмультфильма», а также создания модельной библиотеки, в которой дети смогут погрузиться в атмосферу мультипликации. «Союзмультфильм – это определенный образ жизни. Это та мягкая сила, которая нам очень нужна, потому что мультфильмы старые, мультфильмы новые, которые сегодня «Союзмультфильм» снимают, это то, что делает души и сердца наших детей чище, добрее, мягче. Дети так устроены, что их невозможно обмануть и невозможно заставить, сказать или сделать что-то, что им не нравится. Поэтому, когда ты видишь детские глаза, когда ты видишь, как они здесь бегают, бесятся и у них восторг, значит, все правильно». На летней эстраде Струковского сада – площадка «Тайна третьей планеты». Здесь посетители парка могли сфотографироваться с персонажами мультфильма, изготовить деревянные значки на память и увидеть выступления детских творческих коллективов. Кроме всем знакомых героев советских мультиков, на фестивале можно было познакомиться и с новыми персонажами студии. «Для нас это первый фестиваль. Я надеюсь, что он станет ежегодным. И здесь представлено очень много активностей, потому что современные мультфильмы – это не только персонажи на экранах, и это в том числе прямой диалог со зрителями. Мы постоянно развиваемся, у нас появляются новые вселенные персонажи, и это уже не только история про Чебурашку, про Винни-Пуха, про простоквашенцев. Это и такие истории, как оранжевая корова, зебра в клеточку, тайна Медовой долины, множество персонажей». Международный день защиты детей – это повод напомнить всем взрослым об ответственности за безопасное и благополучное детство ребенка. «Сегодня здесь столько творческих площадок, которые позволяют детям развиваться, развивать свои творческие способности. И, собственно, вот этот праздник сегодня демонстрирует, сколько делается действительно взрослыми сегодня для детей, для того, чтобы детство каждого ребенка было счастливым, увлекательным и безопасным». Кстати, и сами взрослые были рады в этот день окунуться в атмосферу детства с яркими красками и веселой музыкой. «Атмосфера очень праздничная. Я даже не ожидала, что здесь будет столько людей, столько людей с детьми. Вот. Ну, организация, отличная организация, много волонтеров направляют. Вот. Ну, детям достаточно интересные, как бы, все эти островки придуманные. Все для развития, как бы. Нет, очень здорово». «Мне понравилось то, что все такие дистанции, что все такое яркое, все такое красочно. Хотели сказать большое спасибо». «Пазлы собирала». «Лертушку». «Лертушку делала». «Разукрашивала». 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 «Решили, что нужно детям сделать праздник в этот праздничный день, и поэтому сюда пришли». «Мне больше всего понравилось, даже запомнилось, как мне рисовали этот классный рисунок. Здесь весело, интересно, и много-много чего разнообразного. Мне очень сильно понравилось даже делать вот такие вот медальки. Они небольшие, там есть по выбору. Краски даются, кисточки и все. Очень красиво, хорошо и отлично все. Мне все понравилось». В День защиты детей в Струковском саду было организовано семь площадок коррекционно-развивающих мастер-классов. Родители детей с особенностями здоровья смогли проконсультироваться с психологами, дефектологами и логопедами. Максим Магомедов, Константин Головин. События. В Самаре началась оздоровительная кампания. Детские лагеря уже встретили ребят-участников первых смен этого лета. Больше ста девчонок и мальчишек принял и городской оздоровительный центр для детей «Арго». С подробностями Елена Чернявская. 1 июня – двойной праздник у самарских школьников, День защиты детей и старт летней оздоровительной кампании. В этом году более 16 тысяч самарских ребят отдохнут в загородных и пришкольных лагерях. Этот отдых важен и востребован. «Приятно видеть детей, которые, наконец-то окончив школу, попали в лагерь. Я думаю, для них это действительно долгожданная поездка. И мы особенно рады в этом году, что уже практически полностью снимаются ограничения, которые были до этого связаны с ковидом. И даже мы, взрослые, можем приехать сюда и порадоваться, разделить эту радость вместе с детьми». Свежий воздух, активный отдых, правильное питание – насыщенная программа мероприятий. По словам организаторов, детям скучать будет некогда. Праздничная атмосфера – каждый день. «Это же смена именно модульная. То есть дети едут сюда конкретно заниматься. Не просто так они бегают. Они тут что-то новое всегда узнают. Ну и оздоравливаются. Режим дня никому не мешал еще никогда. Днем у нас мастер-классы. Это и кино они будут снимать, и клипы будут ставить, и все на свете. Вечером у нас игры, квесты. Ну и дискотека, конечно». В загородном лагере «Арго» будет пять профильных смен продолжительностью в 14 дней. По различным направлениям – техническому, естественно-научному, военно-патриотическому, художественному, спортивному. В лагерях обновили мебель, оборудование и инвентарь, улучшили материально-техническую базу, построили спортивную площадку и приобрели оборудование. К вопросам безопасного отдыха детей организаторы подошли со всей ответственностью. «Очень строгие параметры, критерии безопасности. Если безопасность и здоровье, то в лагере, естественно, обрабатывается все, то есть получается положительное заключение Роспотребнадзора, естественно, СЭС. Безопасность антитеррористическая тоже, то есть физическая охрана, кнопка тревожная, то есть напрямую к Росгвардии, пожарные, если вы видите, здесь у нас прямо на территории находится. В этом году в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу отменены ограничения по вместимости детских лагерей. Теперь они смогут работать в полную загрузку. Елена Чернявская, Константин Головин. События. Сделать регион еще более привлекательным для туристов. Такая задача стоит перед областными властями. В Самарскую область приезжают, но хотелось бы, чтобы отдых здесь был более продолжительным. Подробнее об этом в нашем сюжете. В прошлом году в Самарской области отдохнули 1 миллион 710 тысяч человек. Об этом рассказал Артур Абдрашитов, руководитель департамента туризма Министерства культуры Самарской области на встрече с представителями туристической отрасли региона. Это на 37% больше, чем в доковидном 2019 году. Мы растем из года в год. Благодаря ограничениям, которые возникли в результате распространения новой коронавирусной инфекции, мы, конечно же, получили достаточно большой поток и спрос на отдых внутри своей собственной страны. И вот этим шансом мы вместе с отраслью смогли воспользоваться, быстро, форсированно предложив им комфортный отдых на территории нашего региона. За минувший год туристы потратили в регионе почти 10 миллиардов рублей. Это на 40% больше, чем годом ранее. Прирост произошел в основном за счет того, что увеличилось время пребывания гостей на Самарской земле. Сейчас они приезжают в среднем на пять дней, хотя совсем недавно гостили не дольше двух. Задача работников туристической отрасли – сделать так, чтобы приезжие захотели провести здесь неделю. И если раньше акцент был сделан на деловом туризме, то сейчас активно развивается экотуризм. Это не только посещение особо охраняемых территорий, прохождение экотроп, но и отдых за городом в глэмпингах, кемпингах и парк-отелях. В этом году в 63-м регионе проходит целый ряд мероприятий, которые раньше не проводились. Российская студенческая весна, Всероссийский форум «Здравница», на который съехались более 2000 человек из 27 регионов. Это профессионалы санаторно-курортной отрасли. Делается акцент и на семейном отдыхе. Грамотная и правильная политика продвижения региона, она тоже позволила нам сейчас, вот после снятия всех ограничений, получить такой результат, который, если честно, мы даже не ожидали. То есть гостиницы у нас, они иногда даже не могут всегда справиться с тем запросом, который поступает. Потому что, как мы знаем, раньше в основном регион работал по принятию именно бизнес-туристов, и отели, конечно, готовы, работали на этого потребителя. А сейчас брошен такой вызов профессиональный – перенастроиться, потому что приезжает большой поток именно отдыхающих, семей с детьми, которые требуют дополнительных услуг, полносервисного какого-то обслуживания. И, конечно, справляются именно с этим вызовом. В прошлом году регион провел масштабную рекламную кампанию в наиболее приоритетных регионах, откуда чаще всего в Самарскую область приезжают туристы. Это Москва, Санкт-Петербург, города Приволжского федерального округа, регионы Урала и Сибири. Сейчас в Самару можно напрямую прилететь из 19 городов России по специальным тарифам, которые ниже коммерческого на 50%. Еще одна задача – сделать Самарскую область интересной для молодых. Сейчас средний возраст приезжих – 38 лет, с доходом 64 тысячи рублей в месяц. Нужно создать продукт, интересный для гостей, с более высокими доходами. Виктория Шара и Максим Гусев. События. Водительские права вместо паспорта, повышение пенсии и зарплат, льготная ипотека для работников IT-компаний и многое другое. В июне вступает в силу ряд новых законов. Как изменится жизнь самарцев в первый месяц лета, выяснила Светлана Кудрявцева. Минимальная зарплата, пенсии неработающим пенсионерам и прожиточный минимум с июня повышаются на 10%. На эти цели из федерального бюджета выделено более 500 миллиардов рублей. Поддержка коснется 50 миллионов граждан. С июня также увеличивается период выплаты пенсии по потере кормильца для детей. Раньше, после 18 лет, прекращались выплаты до тех пор, пока ребенок не поступит в учебное заведение и не соберет снова справки, что состоит на иждивении. Теперь порядок изменили. Школу закончил, но пенсию продолжает получать до 1 сентября года, когда исполнилось 18 лет, то есть чуть подольше. Если, соответственно, ребенок поступил в учебное заведение, то у него продлевается эта пенсия и ему не нужно будет подтверждать, что он находится на чем-то иждивении. Будет достаточно самого того факта, что он не стоит в трудовых отношениях. С июня начнут выдавать льготную ипотеку под 5% для сотрудников IT-компаний, но эксперты уточняют, условия настолько жесткие, что в Самарской области под них сложно будет попасть. Сотруднику должно быть не больше 45 лет, зарплата должна быть от 150 тысяч рублей. Это для городов-миллионников и от 100 тысяч рублей для остальных населенных пунктов. Ипотеку можно взять не в любом месте, можно только у застройщика юридического лица, либо иного юридического лица, то есть для вторички льготы уже действовать не будут. С июня вступает в силу закон о единой системе публичной власти. Он устанавливает пятилетний срок полномочий региональных парламентов, а также порядок и основания для досрочного прекращения полномочий. Согласно закону, руководитель субъекта будет официально называться губернатором или главой региона. Из документа также исключено положение, запрещающее замещать указанную должность более двух сроков подряд. С 8 июня заработает закон, ужесточающий противопожарные правила и ответственность за их нарушения. В 15-20 раз повышаются штрафы для граждан, а для юридических лиц – в 2-3 раза. Если нарушение правил повлечет за собой тяжкий вред здоровью или смерть человека, то штраф составит 2 миллиона рублей. С конца июня вступает в силу закон о препаратах «Офф-Лейбл». Это использование лекарств по показаниям, не упомянутым в инструкции по применению. Дело в том, что многие препараты, которые могут эффективно применяться для лечения серьезных заболеваний, по инструкции это не предполагается, либо инструкция не допускает их применения для детей. Теперь правительство утвердило перечень из 21 заболевания, либо состояний, при которых допускается назначение препаратов вне инструкции. Например, это состояние, требующее палиативной помощи, ВИЧ-инфекция, беременность, COVID-19, различные заболевания, требующие психиатрической помощи. В июне заработает система идентификации болельщиков. Теперь при входе на стадион для посещения официальных соревнований будет проверяться личность посетителя. Всем желающим надо будет на госуслугах оформить карту болельщика. А вот водительские права можно будет предъявлять вместо паспорта для идентификации личности при получении страховых выплат, почтовых отправлений, оплате мобильной связи и при получении денежных переводов. Это будет не дополнительный документ к паспорту, как можно было бы подумать. Нет, это будет именно документ, по которому можно будет идентифицировать личность. Но каким образом? Теперь организации смогут делать запросы в банк, и банк уже будет при наличии открытого расчетного счета подтверждать личность. И вот в этом случае основным документом будет являться как раз водительское удостоверение. С 29 июня вступает в силу закон об увеличении возраста приобретения охотничьего оружия с 18 лет до 21 года. Запрещается выдача лицензии на оружие гражданам с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкое или особо тяжкое преступление, его переделка и распространение соответствующих инструкций. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Николай Сидоров. События. Далее коротко о других темах этого дня. Средняя выплата по ОСАГО в мае выросла на 13% и составила 74 800 рублей. Это неизбежно давит на тариф, заявили в Российском Союзе автостраховщиков. Сейчас выплаты назначают по справочникам средней стоимости, которые были введены в действие в марте. Однако они не учитывают резкий рост стоимости запчастей и проблемы с их доставкой. Мобильная группа Самарской таможни в районе села Большая Черниговка остановила два автовоза с 14 иномарками, зарегистрированными на территории Абхазии. Эти машины перевозили из Москвы в Кыргызстан. Ранее их ввезли на территорию Европейского экономического союза и поместили под таможенную процедуру «Временный ввоз». Временно ввезенные транспортные средства освобождаются от уплаты таможенных платежей и должны находиться на таможенной территории союза. В случае нарушения установленных требований предусмотрена административная ответственность. Автомобили изъяли, ведутся расследования. Бывшего директора Самарской Луки Александра Губернаторова осудили на пять лет. Напомним, его обвиняли в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По информации следствия, с 2013 по 2018 годы фигурант похитил деньги у нескольких коммерческих организаций на общую сумму в 10 миллионов рублей. Средства перечисляли в качестве спонсорской помощи. В Самаре спасли заблудившегося лосенка, которого в понедельник горожане заметили гуляющим по улицам. В районе дома номер 95 по улице энтузиастов специалисты усыпили животное, а потом отвезли на территорию охотничьих угодий Волжского района, где лосенок оказался в своей естественной среде обитания. Воплощение души в ярких красках и полотнах от самых маленьких жителей Самары. В областном художественном музее открылась выставка «Души цвета покажем». Целью экспозиции стало знакомство с творчеством детей с ограниченными возможностями здоровья. Как вывести особенного ребенка из изоляции домашних стен при помощи кисти и красок, узнала Ольга Павлова. История маленькой девочки Неона не оставляет равнодушным ни одного гостя выставки «Цвета души покажем». Вместе с Неоной 14 лет назад должна была родиться ее сестренка-близнец. Но чудо не произошло. Одной малышке врачебная ошибка стоила жизни, а другую из роддома выписали с диагнозом «детский церебральный паралич». Но мама Вера, как называет маму Неона в созданном ею фонде, не растерялась и начала делать все для того, чтобы ребенок чувствовал себя нужным. В свои 14 лет девочка, несмотря на диагноз, не только отлично учится, но и прекрасно рисует. В семейной коллекции уже более тысячи работ. Организаторы выставки называют подобный вид искусства арт-терапией. Вы не представляете, когда первый раз мы рисовали, писали наши первые картины, они были такие серые, хмурые. А сейчас, если посмотреть на картины, то есть дети настолько раскрываются, они все яркие, они все красивые. Каждая картина, она просто шедевральная какая-то. Познакомить общество с творчеством детей с ограниченными возможностями здоровья и попытаться вывести ребенка из изоляции домашних стен – это стало главной целью экспозиции. Организаторами выставки «Цвета души покажем» стали благотворительные фонды, информационную поддержку оказало Самарское областное отделение «Союз журналистов России». На картинах только яркие краски. Дети, которые смотрят на мир иначе, обычно редко грустят и вкладывают в свое творчество частичку души, наполняя полотны историями, которые в силу обстоятельств проговорить не могут. Эти работы, мы видим, что они буквально набитаны любовью к жизни, творчеством. Они излучают доброту тех сердец детей, которые рисовали эти картины. Я хочу вас еще раз всех поздравить с праздником, с первым днем лета и с хорошей погодой. На торжественном открытии выставки для детей организовали шоу мыльных пузырей, а со сцены свои номера исполнили творческие коллективы города. Посмотреть на экспозицию можно посетив Самарский областной художественный музей. Ольга Павлова, Максим Гусев, События. Волшебная страна детства. Праздник под таким названием прошел сегодня в Самарском дворце ветеранов. В День защиты детей его устроили для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Подробнее в сюжете. Мама Кирилла, Марина, рассказывает, стараются с сыном не пропускать ни одного праздника. Когда ему было два года, мальчику поставили диагноз аутизм. Сейчас Кириллу 11, все эти годы мама делает все, чтобы ребенок рос в окружении сверстников, с ощущением плеча рядом. Этот праздник замечательный, потому что детей не особо куда-то приглашают с таким диагнозом, но я очень рада, что мы здесь. Мы стараемся максимально увеличить социализацию для ребенка, поэтому на все праздники, куда бы нас ни позвали, мы с большим удовольствием ходим, потому что я считаю, что это очень важно для ребенка, чтобы он понял, что он в этом мире не одинок. В День защиты детей в Самарском дворце ветеранов устроили праздник для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Пригласили 70 гостей. На входе обустроили фото зону, ребят встречали забавные персонажи мультфильмов, после чего им показали музыкальную сказку про кота в сапогах, которую представил коллектив филармонии. Ведь музыка – то, что всем понятно без слов. Вот знаете, какие красивые дети, а какие довольные дети. Это здорово, что дети получили удовольствие, а родители какие-то. Проблемы есть у всех, у всех разные проблемы. Но мы хоть чуть-чуть вносим в нашу непростую жизнь какие-то светлые моменты. Это уже третий праздник, подготовленный в этом году для особенных детей Самарским дворцом ветеранов. В конце встречи гостей ждали сладкие подарки. Виктория Шарая, Сергей Баскин, События. Эксклюзивный проект телеканала «Самаргиз» – обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В Струковском саду 4 июня пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022». Начало работы площадок в 10 утра. Об этом сообщает городская администрация в телеграм-канале «Вести с Дворянской». Фестиваль стал традиционным любимым мероприятием жителей. В этом году в нем примут участие более 30 СМИ города и области. Это газеты, телерадиокомпании, сетевые издания, ведомственные студенческие средства массовой информации. Посетителей ждут выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы, тематические викторины, розыгрыши призов, благотворительные акции, мастер-классы, полевая кухня и многое другое. Руководитель пресс-службы мэрии Самары Елена Рыжкова рассказала в своем телеграм-канале, какие пляжи будут доступны самарцам для купаний. Официальный старт купального сезона 15 июня, а пока на самарские пляжи завозят очищенный волжский песок. Всего отгрузят 18 тысяч тонн. На следующей неделе начнется монтаж пляжного оборудования. Параллельно проверяют дно, выставляют буйки, размещают спасательные посты. Купаться можно будет на набережной от Ленинградской до Вилоновской, от улицы Маяковского до Осипенко, от Осипенко до Дамбы у Силикатного оврага. Также организуют пляж в районе Загородного парка, под спуском по улице Советской армии, в районе Барбошиной поляны, у Санатория Можайский, в Красноглинском районе и в районе Фестивальные поляны на Мострюках в период проведения молодежного форума Иволга и Грушинского фестиваля. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары информирует, что в День защиты детей оздоровительные лагеря «Волжский артек» и «Волжанка» гостеприимно распахнули свои двери для первой смены самарских детей, которая продлится 21 день. «Волжанка» приняла 175 детей, с которых 119 пройдут лечебно-оздоровительный курс, а «Волжский артек» разместил 290 детей. Всего за лето в «Волжском артеке» и в «Волжанке» в период летних каникул отдохнут и оздоровятся 1256 детей из Самары. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страничках в «Одноклассниках» во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова